Добрый день! Сегодня 12 июня. У меня есть некоторое время перед отъездом. И я хочу поговорить о теме, про которую мы уже говорили. Это вода. И я вам рассказывала о том, что я, несмотря на все новомодные течения, воды много не пью. Я пью много чаю, я пью сок, я пью кофе, я пью то, что мне доставляет удовольствие, опираясь на то, что, вспоминая детство, мою семью, в частности, мы никогда не пили воду. За редким исключением. Мы пили мурс, мы пили квас, мы пили молоко, мы пили кефир, мы пили кисель, компот, чай. Еще, может быть, что-то не знаю, но вода была самая последняя, что мы пили. Сегодняшние производители, я думаю, воды диктуют, что воды нужно выпивать не менее двух литров. Только воды, не считая ни супа, ничего. Они не говорят, это жидкость. Они говорят, это вода. И я вот внутри себя чувствую, что я с этим не согласна, я никогда над собой издеваться не буду, я буду пить то, что мне нравится. Совсем недавно разговаривала по веб-камере с девочкой, а у нее огромные мешки под глазами. То есть почки не срабатывают уже с тем количеством воды, но она следует вот этим правилам. У меня достаточно давно лежит статья по поводу мифов о воде. И вот этот наш разговор сподвиг меня на то, чтобы найти эту статью и вам ее прочесть, огласить. Посмотрим, как у нас будет получаться. Итак, мифы о воде, в которые не стоит верить. Вода – суть нашей жизни, безусловно. Без нее человек не способен продержаться и недели. Вода составляет целых 60% от веса нашего тела и играет чертовски важную роль в том, чтобы организм функционировал нормально. Поддерживать водный баланс очень важно, но не менее важно осознавать, что вы делаете. Вода с легкостью может превратиться в самый настоящий яд, способный принести телу немалый ущерб. Вспомните хотя бы средневековые пытки водой. В настоящий момент существует целая серия мифов о гидрации, которые не только не соответствуют действительности, но и могут навредить вам. Сегодня мы развенчиваем несколько самых стойких историй о воде, верить в которые нужно перестать уже прямо сейчас. Итак, 2 литра в день – это самое известное из самых смешных правил, которым следует очень большое количество людей. Началось все со статьи, которую позволил себе опубликовать в журнале Американского физиологического общества профессор Хейнс Велтин. Не утруждая себя поисками каких бы то ни было доказательств. На самом же деле нет никаких точных данных о том, сколько именно воды нужно выпивать вам ежедневно. Это зависит от многих факторов. Вес тела, температура на улице, повседневная деятельность и самое важное – рацион, из которого организм черпает до 40% нормы воды. Итак, сколько же воды вам нужно пить? Доверьтесь своему телу. Испытываете жажду – пейте. Второе. Жажда – признак обезвоженности. Строго говоря, это правда. Жажду вызывает уменьшение содержания воды в теле на целых 2%. Не так уж и страшно, верно? То есть вы можете не тратить кучу нервов, бегая в панике при малейших признаках жажды. Организм покажет вам сам, когда уровень опасности станет красным. При обезвоживании на 8%, а не на 2%, вы будете испытывать головокружение и прочие неприятные симптомы. Третье. Спортивные напитки. Предание гласит, что лучше всего для спортсмена после хорошей тренировки будет специальный, полный электролитов, ионов соли, напиток. Звучит довольно логично. Ведь электролиты и в самом деле важны. Они поддерживают PH – уровень крови и участвуют в функционировании нервной системы. Но по сути специальные напитки вроде гетерейджа, не знаю даже, продукт исключительно маркетинговый. Такое количество электролитов может потребоваться вам после тренировки длиною в день. Не готовитесь к марафону? Обойдитесь обычной водой. Следующее. Вода и токсины. Широко распространено убеждение, что вода вымывает токсины из тела. Это не совсем так. Популярное заблуждение глазит. Много воды поможет вашему организму справиться с последствиями тяжелого уикенда. На самом деле, достаточное количество воды поддерживает функциональность метаболизма, частью которой является естественный процесс детоксикации печени. Но слишком много воды может фактически процесс этот предотвратить, поскольку переизбыток воды снижает концентрацию соли в крови, что может в свою очередь привести к повреждению как печени, так и почки. И я бы еще к этому добавила то, что вода не выходит из вашего организма чистой. Она прихватывает из вашего организма микроэлементы, которые вам нужны. Те составляющие, которые вы бы могли использовать, а так вода прихватывает и выносит это не только токсины, но и очень нужные вам антиоксиданты. Ну, назовем их витамины и минералы. Вот так мы их назовем. Поэтому думайте очень хорошо, прежде чем вы нальете очередную бутылочку воды и носить с собой и попивать, заставляя свой организм. Я считаю, что наш организм намного мудрее, чем мы. И он знает, сколько ему нужно в жидкости в день. И он подскажет, просигнализирует, что пить я хочу. Выпейте, выпейте немножечко. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.